Депутат от ПДС Раду Мариан в эфире передачи на Эксклюзив ТВ признал, что реальное повышение зарплат в Молдове лишь немногим компенсировало огромную инфляцию, которая была в стране. В условиях совокупной инфляции около 50% за последние три года зарплаты в реальном выражении выросли на 3-4%, заявил Мариан. Доходы населения по сравнению с тем, что было три года назад, сопоставимы с возросшим уровнем инфляции. Очевидно, что больше всего от темпов инфляции пострадал средний класс, но если мы посмотрим на статистику, то увидим, что зарплата сейчас на 3-4% выше совокупного уровня инфляции. Понятно, что этого недостаточно, но мы приложили усилия для защиты покупательной способности. Вместе с тем, экономисты ранее говорили, что реальная ситуация выглядела намного хуже. По словам эксперта Иди Свиеторл Вячеслава Иоаннице, в 2022 году в Молдове зафиксирована рекордная инфляция за последние 20 лет. Два года назад годовая инфляция достигала показателя в 34,62%. Иоаннице отметил, что цены совокупно выросли, если брать период с 2020 по 2023 годы на 56%, а на продукты питания на 62%. Так, за три года в нашей стране цены на продукты питания выросли больше, чем за какие-либо пять лет за последние 20 лет, говорит эксперт. В то же время, в 2021 году зарплата в реальном выражении вообще не выросла. В 2022 году зарплата снизилась, то есть номинально выросла, но по покупательной способности зарплата снизилась. И только в 2023 мы восстановились, то есть рост зарплат в 2023 году перекрыл падение в 2022. Очевидно, должен пройти период, чтобы мы начали забывать цены 2020 года, а шок и неприятности 2021 года мы еще помним, утверждает Вячеслав Иоаннице. И это реальная оценка усилий властей, о которых говорил Мариан. В рамках передачи Раду Мариан также заявил, что ПДС нужен еще один срок, чтобы завершить реформу юстиции. Очевидно, что очистка судебной системы была одним из наших ключевых обязательств, но никто не говорил, что это произойдет через три или четыре года. Конечно, когда мы за это взялись, это оказалось сложнее, чем мы ожидали, и у нас есть проблемы в этом секторе, но я думаю, что путь правильный, только нужно ускорить процесс. Мы предоставили абсолютно все рычаги, особенно судьям для принятия решений. Если судьям хватит смелости в ближайшие несколько недель, то они смогут вынести решение по некоторым резонансным делам. Мяч на их стороне. Депутат уточнил, что парламент готовится проголосовать во втором чтении по вопросу создания антикоррупционного трибунала. Меры призваны ускорить решение по коррупционным делам. В то же время реформа юстиции, проводимая ПДС, самая критикуемая сфера как внутри страны, так и за рубежом. Отметим, что ранее эксперты Венецианской комиссии заявили о нецелесообразности создания коррупционного суда в условиях, когда уже были инициированы определенные реформы в судебной системе, не приведшие к результатам. А новый закон еще больше разделит судебную систему, поскольку предоставит привилегированный статус судьям, которые будут рассматривать дела о коррупции. А некоторые молдавские эксперты заявили, что этот проект необоснованный, дорогой и сложный в реализации. Субтитры создавал DimaTorzok